Во имя Отца и Сына и Святаго Буха, Аминь. И створение святителя Анна Златоуста. Когда мы выйдем отсюда, не станем тотчас отдаваться непристойным собраниям или праздным речам и бесполезным занятиям. Но пока еще держим в памяти сказанное, поспешим домой. И каждый, севшись с женой и детьми, пусть внимательно размыслит о сказанном. А если не хотите пойти домой, то, собрав дружески тех, которые слушали вместе с вами, сядьте наедине и, предлагая от себя каждый то, что он мог сохранить, вторично составьте полное поучение, чтобы вам собираться сюда не напрасно. Повеление Божие суть – светильник. Светильник есть заповедь закона, и свет, и жизнь, и обличение, и наказание. Притча 6 глава. А кто зажигает светильник, тот не останавливается на торжеще, но спешит домой, дабы не погас огонь от дуновения ветром, дабы не истощился пламень от долгого промедления. Так точно поступим и мы. Дух Святый зажег нам свое учение, поэтому, вышедшие отсюда и, будучи исполнены того, что слышали, с другом ли, с родственником ли, с домашним ли, или с кем другим, мы встретимся, пройдем мимо, чтобы, когда мы будем разговаривать с Ним о лишнем и бесполезном, не погас между тем огонь учения, но чтобы он пламенел в душе, как в доме, и, горя в возвышенных помыслах, как бы на каком светильнике, освещал все внутреннее. Подлинно странно было бы видеть душу, оставленную без учения, тогда как мы никогда не терпим видеть вечером дом без светильника и света. Оттого у нас и происходит много грехов, что мы не скоро зажигаем светильник в душе. Оттого мы и падаем каждый день. Оттого многое и лежит у нас в душе без пользы. И как случится, что мы, выслушав божественные изречения, еще прежде, нежели пройдем преддверие церковное, тотчас бросаем их и, погасив свет, ходим в большом мраке. Но если это было прежде, пусть после того уже не будет. Постараемся иметь постоянно горящий светильник в душе. И прежде чем дом, будем украшать душу. Тот ведь остается здесь. А эту мы возьмем и, отходя отсюда, посему и должно удостаивать ее большего попечения. А теперь есть такие жалкие люди, которые украшают здешние домы свои золотыми потолками, и разноцветными камнями, и живописными картинами, и блестящими столбами, и всем прочим. А душу небрежно оставляет состояние хуже всякой опустелой гостиницы, исполненной грязи, дыма, великого зловония, невыразимом запустении. А причина всего этого то, что в нас не горит постоянно светильник учения. Поэтому необходимое оставлено пренебрежение, а ничего не стоящее, пользуется великим вниманием. Это сказано мною не к богатым только, но и к бедным. И эти, часто украшая по силе дом свой, душу оставляют в небрежении. Посему я делаю общее тем и другим наставление, увещевая и советуя. О делах настоящей жизни заботиться немного, а все старание тратить на попечение о предметах духовных и необходимых. Бедный пусть взирает на вдовицу, положившую два овала, от Луки 21 глава, и не считает бедности препятствием делам милости и человеколюбия. Богатый пусть помышляет об Иове, и как тот употреблял все свое имущество не на себя, а на бедных, так и он. Потому Иов и перенес доблест на отнятие имущества, что еще прежде искушения дьявольского, приучился отчуждать его. Так и ты, презирая имеющиеся богатство, чтобы если некогда оно и отойдет, тебе не предаваться скорби. Трати его на нужное, когда имеешь его, чтобы когда лишишься, тебе иметь двоякую пользу, готовную тебе награду за прекрасную трату и происходящее от презрения любомудрия, которое бывает полезно во время лишения богатства. Для того оно и называется имуществом, чтобы мы употребляли его на нужное, а не зарывали бы. Для того оно называется стяжанием, чтобы мы владели им, а не были его владением. Ты, господин большого богатства, не будь же рабом того, чего владыкою сделал тебя Бог, а не бываешь рабом тогда, когда тратишь его на должное, а не зарываешь. Нет ничего не постояннее богатства, нет ничего изменчивее благосостояния. Итак, поелику обладание ими непрочно, и часто они улетают от нас быстрее всякой птицы и убегают неблагодарнее всякого беглого раба, то пока мы, владыки, над ними, будем пользоваться именно должное, чтобы нам, приобретши на непрочное богатство, прочное благо, наследовать уготованно на небесах сокровище, которого, да сподобимся все мы, благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу слава со Святым Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благодарим, Благодарим, Господь.